дмитрий день добрый привет андрей вот сейчас одна из самых ход тем это грядущее заседание фрс что нам скажет по темпам темпам как сказать нормализации экономической жизни главный рост экономики и как на и как на эти заявления могут отреагировать финансовые рынки но по психологии я думаю будет следующим образом если смотреть на статистику по себе январскую сша по инфляции 1,4 процента февраля она уже 1 и 7 то есть разница 0,3 десятых есть такими темпами дальше будет инфляция расти то концу года но сам понимаешь путем нехитрых вычислений получится в районе с учетом того что вы сейчас есть ближе к пяти и это как раз не то о чем говорил полоска сказал ранее что средние 2 плюс 2 плюс и соответственно тогда фрс вмешается поэтому это ближайшее заседание она будет очень важная с учетом того что павел должен дать комментарии по поводу роста доходности десятилетних казначейских облигаций поскольку они но опережающий индикатор это первый момент я на самом деле думаю что чтобы он там не сказал а говорить он будет я думаю максимально мягком ключе чтобы не спугнуть рынке не спровоцировать истерию поскольку как я те раньше говорил рынке сейчас очень хрупкие хоть и получили свежую порцию денег от байдена в размере вот этих стимулов 1 на 9 триллионов с другой стороны у нас последний выход статистики по первичным заявкам на пособие по безработицу показал некоторое улучшение показатель снизился ниже 750 тысяч то есть куда-то в район чуть выше 700 если правильно помню и если скажем так к моменту выхода протокола судебного заседания которое появится уже в апреле придет например статистика о том что рынок труда еще стал еще лучше хотя бы в этой части до число новых рабочих мест число первичных заявку пособие по безработице то это автоматически скажет о том ну скажем так поставит вопрос о том что надо бы побыстрее сворачивать стимулы а когда ты побыстрее сворачиваешь стимулы путь будь то сокращаешь объем покупок облигаций с рынка или вообще поднимаешь ставку то это рынка минут никак не может понравиться поэтому я на самом деле думаю что по итогу чтобы он не сказал рынке на мой взгляд скорее всего но не в день в день а может быть на следующий день может накрыть волна таких каких-нибудь легких распродаж то есть поскольку рынок у нас достаточно хрупкий любая более менее такая бодрая коррекция да ну ну представим себе и и там в районе пяти семи процентов по индексным фондом до по индекс там снп неважно то есть за 2 за 2 3 сессии обвалиться на 5 7 процентов и потом опять пойти якобы в рост было бы неплохо на самом деле для рынка то есть в любом случае ожидания у меня такие что пауэлл как бы мягко он не говорил он не убедит рынке до конца что все хорошо поскольку рынки слушают пауэлла а доходность вот я смотрю сейчас технически по десятилеткам она еще не имеет еще потенциал захода на 1,7 процентов вплоть до двух двух и один поэтому понятно что он скажет что мы не смотрим на инфляцию нам важен рынок труда но у нас рынок труда потихонечку восстанавливается поэтому соответственно вот примерно так я бы тебе наверно обрисовал эту ситуацию то есть не успокоит он рынке либо рынок отреагирует как-то нейтрально и будет ждать какую-то свежую порцию статистики либо уйдет ну для начала в легкие распродажи я бы так сказал что касается доллара в корзине резервных валют соответственно как я раньше говорил там наметилась некая разворотная модель и я думаю что он продолжит подниматься то есть в корзине резервных валют по доходности я тебе уже сказал я думаю что они продолжат подниматься то есть вот вот так вот примерно что же мне так не везет предыдущие интервью с орловским сиди и жди это санкции сша сейчас с тобой разговариваю сиди иди распродаж на 5-6 процентов вроде бы пробили консолидацию боковую по индексу московской биржи а вы берете меня и пугаете если мы берем московскую биржу если павел на пресс-конференции ну скажем так выскажется и какое-нибудь будет неосторожное слово или какая-то предрасторожность да вот такая будет его озабоченность чем-то то соответственно рынки накроет волна легкая негатива наш рынок не останется в стороне при всем при этом повышение роста курса доллара в корзине резервных валют автоматически надавит на нефть нефть это наше все и поэтому здесь российский рынок тоже может уйти в коррекцию и на самом деле для продолжения роста хоть и мы сейчас выбились выше круглого уровня 3500 пунктов по муэкс было бы неплохо еще раз ее потестировать эту отметку снизу вверх то есть еще раз уйти под нее нырнуть в рамках коррекции уже потом пробиваться опять наверх чтобы уже подтвердить что действительно как бы мы в среднесрочной перспективе продолжим рост пока этого не случилось как бы тут ситуация достаточно скользкая в том числе и санкции поскольку сейчас байден разобрался со своими гражданами в плане выплат то есть урегулировал этот вопрос игруфловал его продавил люди стали получать деньги люди понесли их на фондовый рынок опять-таки и вроде бы все хорошо то есть вроде бы упал его ну нет проблем в плане чтобы он там не сказал поскольку деньги есть есть кому нести их на фондовый рынок и по идее вроде бы не должно быть никакой разгрузки да и рынок труда вроде как восстанавливается дьявол в деталях поскольку если рынок труда восстанавливается то встает сразу вопрос а вообще нужны ли дальнейшие стимула в таком объеме поскольку если стимулы такие не нужны значит сразу это ожидание на соответственно уменьшение объема выкупа и поднятия ставки с целью обуздать инфляцию вот посмотрим в принципе как рынки отреагируют ситуация такая ну не вполне однозначная хотя в большей степени рынки могут наверное отреагировать нейтрально представляешь сегодня ситуация на рынке белуга дикий ап наверх налички никель дикий даун как крестьянину жить такой ситуации и нужно ли оставаться в акциях председания фрс но здесь у кого какие стратегии на самом деле кто-то торгует интродэ им все равно они просто останавливают на какое-то время смотрит как заседание проходит поскольку сейчас вот мы видим рынки просто консолидируется то есть никаких сейчас резких движений рынок не делает ни по доллару не по акциям то есть вот до завтра вот а соответственно после опять-таки у кого какая стратегия среднесрочная я пока не вижу чтобы рынком что-либо угрожало но там на горизонте ну допустим ближайших двух-трех недель то есть я я не вижу каких-то серьезных рисков но опять-таки нужно будет посмотреть какая статистика по рынкам будет поэтому интродэ щеким какая разница среднесрочники но у нас смотрите какие бумаги технически хорошо выглядит а долгосрочные я уже сказал что покупать акции широким фронтом тем более на какую-то существенную долю живого кэша время еще не пришло а ты имеешь какие-то сейчас позиции долгосрочные в основном вот только на российском рынке я остался в ленте я присматриваюсь к юни про потому что там пробой более-менее интересен недавно вот с тмк вышел после объявления по дивидендам вот на американском рынке соответственно вот шеврон мне нравится ну и все пожалуй то есть я сейчас пока не ничего не делаю то есть америка вообще америка как бы для меня сейчас это такое некое табу мне не нравится в принципе этой ситуации я тебе говорил она скользкая поэтому я бы предпочел пока просто понаблюдать за этой ситуации вот так наверно одно время ты очень негативно относился к акции сбербанка сейчас ты немножко потеплел душой но сбербанке ситуация какая пока рынки ползут вверх но есть вариант до зайти выше 300 рублей по бумаге это пробивается он крайне неохотно любой негатив снижение по нефти будет откат сложно сказать не могу сейчас сказать ну понятно что как бы да там был у меня когда-то давно шорт на небольшую сумму до его закрыли там в убыток это все понятно но брать его опять-таки сейчас глобально вот в этой ситуации вот прям взять купить и держать я бы конечно не стал хотя так вот среднесрочно со спекулировать можно попробовать потому что новых это выше его исторических айов там и закрепление над ним но дает нам движение какое-то в район может быть триста десять триста двадцать потенциал там есть но опять-таки при условии что на внешних рынках все будет нормально нефть будет достаточно дорогая ну по крайней мере несущественно ниже чем она сейчас и не зажмут нас с какими-либо санкциями в отношении госдолга про эмбарго на нефть я вообще молчу об этом пока думать не хочется что моменте это будет очень сильный шок в том числе и для акций сбербанк вот наверное вот так вот сейчас появилась информация что китай якобы нарастил покупку иранской нефти и ему сейчас не нужна дорогая нефть они втайне покупают санкционную нефть по дешевке ну я тебе так скажу про китай китай в принципе заинтересован в любом а потенциальном большем или меньшем снижении какого-либо сырья вообще потому что китай очень сильно зависит от импорта нефти и других собственно говоря полезных ископаемых то есть любое снижение будь то золото нефть или еще что-то китай использует как шанс скупить свои резервы поскольку понятно что китай это локомотив производственной экономики и ему естественно нужны ресурсы более дешевые почему мы потому что это естественно снижает издержки поэтому как бы его заинтересованность понятно но что что если ты меня спрашиваешь в принципе о том чего ожидать от нефти нам не интересно ты сказал привязал нефть к курсу долларов самом начале нашего интервью но есть же другие факторы правильно безусловно есть другие факторы этот подъем цен которые мы сейчас видим на нефть по марке бренд у нас потенциал захода случае закрепления над уровнем 6850 у нас есть потенциал захода на 7250 в этом случае но самое главное что при таких ценах уже оживают команды гид по гидроразрыву пласта сланцевых производителей в сша у этих ребят огромные долги на то есть кредиты взятые банкиров в прошлые года их надо отдавать и хотя эти ребята обещали что будут поддерживать общемировой баланс скажем так не будут сильно наращивать чтобы не обвалить цены существует мнение что это обещание не будут выполнять в максимум ближайший месяц-два потом соответственно поскольку долги надо отдавать и кушать хочется они нарастят этот объем они уже по сути его наращивают и они при ценах в 50 долларов то уже рентабельными становятся и это все в совокупности приведет скорее всего к увеличению предложения а увеличение спроса дальнейшее он не очевиден пока потому что не так быстро идет вакцинация и я думаю что к середине года несмотря на то что это открытие туристического сезона будет открытие автодорожного сезона в сша цены на мой взгляд на них должны быть пониже чем сейчас вот пониже может быть это будет район 50 хотя бы там 55 но никак не 70 но вот это мои ощущения по нефти и соответственно тоже будет тормозить рост наших бумаг будем так говорить в совокупности с другими рисками но я весьма говорим о россии сейчас там 1 как-то точность как сами авиакомпании сейчас одна из авиакомпании во первых открыли полета нью-йорк с первого апреля открывает а вторых одна из американских авиакомпаний заявила что в этом году выйдет на положительный денежный поток то есть они перестанут убытки печатать уже хорошо в текущей ситуации не надо ли покупать аэрофлот ты знаешь что два момента очень интересных аэрофлот это вообще вопрос политический если мы говорим конкретно об аэрофлоте я лично смотрю в принципе на всю отрасль нашу и зарубежную позитивно почему но потому что в прошлый пандемийный год отрасль испытала шок никто не летал и соответственно страны недополучили выручку который сильно зависит от туризма я думаю что как бы ни складывалась ситуация с пандемией ну по крайней мере европы и другие страны которые зависит от туризма они не захотят подобное пережить еще раз в туристический сезон то есть будут открываться это соответственно увеличит пассажиропоток я думаю с наступлением сезона отпусков и это поднимет скорее всего выручку авиакомпании то есть зарубежные авиакомпании должны себя чувствовать хорошо что касается аэрофлот после тех убытков которые зафиксировала компания в 120 миллиардов ну и с учетом доп эмиссии которая была ну если цена до сих пор стоит на тех уровнях которые мы знаем там где-то в районе 70 да там плюс примерно мне бы интересно было бы дождаться выхода выше 75 рублей за бумагу то есть я бы тогда более-менее понимал что вот эти убытки вот это доп эмиссия она уже в цене этого актива с учетом того что у нас наносу туристический сезон и аэрофлот должен ну поднять хоть немного выручки а поскольку это вопрос политический то есть аэрофлот это как некий бренд ассоциирующийся с россией да и советским союзом в прошлом и с россией и как 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 сбербанк по сути да то ну в случае чего до капитализируют и в любом случае очень много ну скажем так периодически или практически всегда кто-то из членов правительства находится в совете директоров и там получает всякие различные дивиденды и прочее 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 поэтому как поднять капитализацию то есть стоимость акции аэрофлота наступающим сезон я думаю придумают поэтому резюмируя можно сказать что надо дождаться все таки выхода к 75 и вот там где-то присматриваться опять-таки с долгосрочной целью к плавным покупкам потому что ну потихонечку потихонечку туризм будет оживать отрасль будет оживать как я был только что сказал вот эти убытки все 120 миллиардов уже в цене мне кажется ну и последний момент вопросы я на своем канале провел платном платном канале телеграм опрос что интересное инвесторам но интересное там получилось у меня оказалось что процентов 10 только интересует криптовалюту вот в основном американские акции русские акции ну и процентов 10 зрителей ой извини подписчиков интересуются недвижим в общем ты как-нибудь отслеживаешь на своем телеграм-канале на вашем где ваша команда настроение и как-то корректируешь либо ты как писатель писатель знаешь 12 веке мы воспитываем народ ну я где-то между этими двумя характеристиками которые ты обозначил что-то среднее безусловно вот то что ты сейчас провел это исследование да и голосование но опять-таки надо смотреть какой какое количество людей ответила но с учетом того 100 человек ну хорошо пропускай тогда на неком таком микро статистическом уровне да по сравнению с вообще с населением земли ну ладно суть не в этом самое интересное что здесь как мне кажется вот обратив внимание товарные рынки если я вот насколько я правильно помню твой вот этот вот анализ дадут сбора тестически на товарные рынки рынке акций срочный рынок опционный и соответственно облигационный по моему до рынок а все остальное я сразу скажу вот смотри сырьевые рынки интересуют 35 процентов всего лишь опционные стратегии 15 процентов крипта 7 процентов русский рынок 79 облигации русские 9 процентов американские акции 46 недвижимость 5 процентов форекс 10 процентов ну вот все в основном основное так сказать основное количество людей которые сейчас интересуются это российские акции американские акции и у нас получается еще товарные рынки все все там вот для меня это информация данном случае несет только одно что все там то есть все деньги там по какой причине их собрали всех это уже второй вопрос а вот те категории которые у тебя находятся скажем так в более низком положении там крипто недвижимость ну недвижимость понятная история такая специфичная нужно нужно обладать определенным капиталом да чтобы в нее инвестировать как бы но вот остальные менее скажем так популярные направления на мой взгляд говорит о том что как бы тут а там капитала не так много находится то есть случай если капитал начинает перетекать куда-то да и происходит отток из одной сферы в другую вот вот у нас что сейчас у нас недвижка начинает расти как мы видим сейчас цена квадратного метра у нас крипта продолжает расти вот эти все категории еще и на мой взгляд имеют потенциал рост то есть если бы ты мне сказал например что в крипте сидит на хотя бы там процентов пятьдесят пять шестьдесят сейчас вот это для меня бы было бы уже сигналом насторожиться а не пора ли ее частями скидывать одну секундочку но это же физические лица от может быть некий деребаска который не принял участие в вопросе а юридические лица там одни облигации мы же встаю понимаем юридические лица одни облигации но облигационный рынок ну здесь здесь про облигации я тебе опять-таки да не стал специально ничего говорить поскольку облигационный рынок это понятно фундамент и физические лица не так часто его используют поскольку он для многих для понимания сложный даже по сравнению с акциями например поэтому эту категорию можно вообще не учитывать то есть никак не анализировать но вот примерно так бы я бы наверное это разложил на у тебя на канале есть какие-то тренды что допустим увеличивается интерес или уменьшается интерес к чему-то меня по-прежнему народ потихоньку интересуется криптой поскольку я ее увеличивается поскольку я ее объясняю во взаимосвязи тех проблем в денежно-кредитной политике которая сейчас накопилась традиционной системе то есть я пытаюсь пытаюсь людей логически подвести к тому что перетекание денег из традиционной системы в какие-то нетрадиционные новые системы как раз и происходит из-за того что в традиционной системе накопились риски что касается стратегии вот этой вот 60 на 40 когда у нас знаешь прошлые года очень хорошо работало десятилетия когда в периоды турбулентности на рынке акций люди перекладывались в облигации там допустим на 60 процентов облигаций 40 акций или там на 70 там 70 на 30 то я лично наблюдаю ситуацию что люди начинают метаться то есть люди понимают что там ставки растут на долговом рынке облигации соответственно не спасают но и в акциях ситуация скользкая и вот они мечутся да и вроде и золото не растет хотя обещали вот они мечутся в традиционной системе и многие начинают задавать вопросы ребят сами уже приходят я давно говорил что ребята там ну все перегрето негде искать доходность будущую там ближайшие годы они начинают задавать уже правильный вопрос а где ее тогда искать ну вот как то так понимаешь то есть идет идет такое знаешь как тени толкай вот это называется когда вроде бы надо бы куда-то переложиться хорошо акции допустим циклических компаний которые падали все это время и выглядели хуже широких рынков последнего десятилетия например но их надо тоже отбирать очень грамотно то есть точки зрения мастерства до понимания что купить что технически хорошо выглядит что по отчетности хорошо выглядит то есть не компания не ли зомби не перегружена ли она долгами я уж не говорю о том что мы же мы же всего не знаем например есть публичная отчетность вроде баланса и прочее да у компании но все же компании могут ретушировать балансы вскрывались случае вот когда пандемия началась что многие компании не отражали в своей финансовой отчетности а откровенно говоря дыры то есть просчеты бизнеса в прошлые года когда они брали кредиты под залог затыкали дырами а в балансе не показывали и вскрывался только в последующий момент когда компания просила пролонгации какого кредита то есть скрывались много миллиардные дыры в бюджетах компаний то есть задолженности и никто сейчас об этом не говорит потому что время еще не пришло то есть это работа непростая в традиционной системе сейчас то есть над проявить незаурядное мастерство чтобы найти компании добротные которые стоит покупать периоды просадок провалов то есть плавные покупки на рынке акций ну и к облигациям примерно также нужно сейчас относиться потому что если будет хлопок на денежном рынке и ставки начнут галлопировать час они плавненько поднимаются начнут галлопировать может произойти кризис ликвидности то есть сжатие ликвидности все сядут на деньги схватиться на живой кэш и будут смотреть друг на друга никто никому в долг не даст потому что непонятно сколько завтра деньги будут стоить они сейчас уже дорожают и кто знает сколько они завтра будут стоить а кризис ликвидности извините это оборотный капитал для компаний и тоже нехорошая ситуация и вот по этой причине люди мечутся между акциями и облигациями и не понимают как как найти этот баланс вот примерно так но а когда будет рынке сбалансируется будет повышен турбулентность популярность у канала вырастет или упадет я не знаю я бы не ставил вот зависимость популярной зависимости от того что произойдет не почему я я я ты так одеваешь черный плащ вместо белой рубашки я всадник апокалипсиса нет я могу я могу и быть и всадником апокалипсиса апокалипсиса и супер оптимистичным быком но если я не буду доносить людям что я действительно думаю и аргументировать почему я так думаю то будет заметно что я фальшивлю понимаешь ну спасибо большое дмитрий успехов развитию твоему каналу с таким симпатичным названием тебе уже сказал по опросу в енот оказался умнее чем кошка и собака не смотрю спасибо очень приятно тебе также успехов